Привет, ты на канале о бизнесе. Давай сегодня рассмотрим несколько товаров из Китая, которые ты можешь очень выгодно продавать на отечественном рынке. Китайские оптовые поставщики готовы предложить себе очень низкую цену и высокое качество товара. Никаких проблем с доставкой сегодня не будет, ты получишь товар быстро и в хорошем состоянии. Это может стать отличной возможностью достигнуть финансовой независимости, построить прибыльный торговый бизнес с минимальными начальными вложениями. Если интересно, тогда смотри видео до конца. И не забывай подписываться на канал и ставить лайк, если видео тебе понравится. А если ты хочешь начать товарный бизнес, то в описании есть пошаговый курс, как с абсолютного нуля запустить выгодный проект. Ты узнаешь, как покупать за 300 рублей и продавать за полторы тысячи качественные товары мелким оптом, а общие вложения в бизнес будут не более 15 тысяч. Ссылку оставлю в описании, загляни. А теперь давай перейдем к прибыльным бизнес-проектам. Коврик для мышки с подсветкой и доходом тысячи рублей. На сегодняшний день компьютер или ноутбук есть в каждом доме. Тем не менее, если ранее все тратили деньги на аксессуары, то сегодня это не всегда актуально. Многие думают, что такое понятие как коврик для мышки попросту уже исчезло из обихода. Тем не менее, ты можешь посетить любой магазин электроники в своем городе или же зайти в интернет-магазин, чтобы убедиться в обратном. Специальные игровые коврики для компьютерной мышки есть, они пользуются большим спросом и продаются очень дорого. Прежде всего, коврик позволяет увеличить точность работы мышки и снизить задержку, что во время игрового процесса будет явным преимуществом. Также коврик создает игровую атмосферу и делает стол геймера более стильным. Обратившись к оптовым поставщикам из Китая, ты можешь договориться о поставках игровых ковриков след подсветкой. Этот товар считается трендовым. Все понимают, что коврик будет очень дорогим и готовы платить за него хорошие деньги. Стоимость товара при оптовой закупке в Китае будет на уровне 300 рублей за единицу. Стоимость доставки – около 180 рублей. Продавать коврик на отечественном рынке ты сможешь по цене около 1500 рублей. Это будет очень хорошее предложение. В результате с каждого проданного коврика можно будет зарабатывать более 1000 рублей чистой прибыли. Беспроводной пылесос для дома с доходом 1000 рублей. Пылесос стал основным инструментом для поддержания чистоты в доме. Сегодня редко кто использует вених и совок. Есть пылесос, который быстро убирает всю пыль и мусор. Тем не менее, есть у классической версии данного оборудования, в которой используется чаще всего, один явный недостаток. Чтобы начать уборку, необходимо потратить некоторое время на подготовку. Тяжелый и габаритный пылесос необходимо достать из места его хранения, подготовить трубки и насадки к работе, размотать электрический кабель и подключить его к бытовой сети. Все это отнимает более 5 минут, в то время как убрать нужно один квадратный пол. Неудивительно, что сегодня очень большим спросом пользуются беспроводные пылесосы. Они всегда готовы к работе и ими удобнее пользоваться. Ты можешь продавать такую бытовую технику и наладить очень хороший торговый бизнес. Стоимость беспроводного пылесоса в Китае, если пользоваться услугами автовых поставщиков, около 730 рублей за единицу. Доставка такого пылесоса обойдется в 270 рублей. В результате ты получаешь товар для реализации по цене 1000 рублей за штуку. Продавать такой пылесос можно по цене более 2000 рублей. Это будет более выгодное ценовое предложение, нежели в других магазинах бытовой электроники. С каждой проданной единицы товара ты заработаешь минимум 1000 рублей чистой прибыли. Миниатюрный квадрокоптер с прибылью 700 рублей. Если даже 5 лет назад квадрокоптеры вызывали у тебя удивление и восторг, то сегодня ты к ним относишься намного проще. Эта технология уже пошла в массы. Ее используют как профессиональные кинорежиссеры, так и любители, которые снимают видео для бытового архива. Сегодня очень большим спросом пользуются миниатюрные летательные аппараты с камерой. Они очень легкие и компактные, можно всегда носить с собой даже в кармане куртки. Такой аппарат очень простой в управлении. При этом он дает возможность создавать действительно качественные видео. Но главное то, что такие аппараты очень доступны по цене, что и делает их товаром, который ориентирован на массового покупателя. У надежных и проверенных оптовых поставщиков из Китая ты можешь купить миниатюрные квадрокоптеры по цене около 800 рублей за единицу. Доставка одного такого коптера будет на уровне 300 рублей. На отечественном рынке ты сможешь продавать товар по цене уже более 1800 рублей, а значит минимальная прибыль с каждой проданной единицы товара будет на уровне 700 рублей. Это неплохой показатель для торгового бизнеса, который ориентирован на перспективу. Продавать такой товар лучше всего через интернет, используя возможности популярных торговых площадок. Рекламируй свое объявление, привлекай как можно большее количество покупателей. Компактный увлажнитель воздуха с доходом 500 рублей. Очень важно внутри помещения поддерживать безопасную и комфортную обстановку. Необходимо следить не только за температурой воздуха, но и его влажностью. Слишком низкая влажность воздуха приводит к плохим последствиям. Изначально это становится причиной дискомфорта, но в перспективе – причиной возникновения различных заболеваний. Купив самый простой датчик влажности воздуха, ты начинаешь понимать, что показатели в твоем помещении довольно низкие. Если речь заходит о сезоне отопления, то радиаторы сушат воздух, тем самым создают опасную обстановку для тебя и двоих детей. Именно поэтому так важно купить и правильно использовать увлажнитель воздуха. Ты можешь купить увлажнитель не только себе, но и использовать этот товар как основу для своего торгового бизнеса. Стоимость одного небольшого увлажнителя в Китае – около 330 рублей. Если приобретать его у оптовых и надежных поставщиков, доставка товара отнимет еще 150 рублей, но это не помешает тебе зарабатывать. Оптимальная цена за такой товар на отечественном рынке будет на уровне 1000 рублей, а значит более 500 рублей чистой прибыли ты получишь с каждой проданной единицы. Чтобы торговать с такой продукцией, тебе необходимо просто создать объявление в интернете. Перед началом зимы люди находятся в поисках увлажнителей, а значит остается просто сделать свое выгодное предложение. Наборы начинающего электрика с наценкой 700 рублей. Инструменты всегда были интересным товаром для торгового бизнеса. Люди готовы не просто приобретать инструменты, но и платить за них довольно большие деньги. Когда речь идет о домашнем электрике-любителе, который только начинает познавать процедуру пайки и ремонта бытовых приборов, то здесь обязательно нужно купить инструменты. Паяльник, пинцет, плоскогубцы с защитой, все необходимые материалы для пайки и так далее. Чтобы самостоятельно собрать такой набор, нужно как минимум понимать, что тебе необходимо и каким оно должно быть. Чтобы не тратить много времени и сил, покупатель скорее всего отдаст предпочтение твоему набору. Набор для начинающего электрика в Китае можно купить по цене около 550 рублей. Это если ты будешь обращаться к оптовым поставщикам. Доставка одного набора обойдется тебе в 150 рублей. А значит товар нужно будет продать более чем за 700 рублей, чтобы получить хорошую прибыль. В этом нет никаких проблем. Размести объявление на торговой площадке и продвигай его платными услугами. Цену установи на уровне 1400-1500 рублей. Это будет оптимальным ценником за такой товар. С каждой проданной единицы товара ты получишь более 700 рублей чистой прибыли, что и станет причиной твоего успеха. Комплект раций с наценкой 1400 рублей. Людям, которые увлекаются охотой, часто отправляются в походы, передвигаются на транспорте для бездорожья или просто находятся в дороге, очень важно всегда оставаться на связи. Да, есть мобильный телефон, который позволяет совершить звонок другу или коллеге, но пользоваться смартфоном в экстремальных условиях невозможно. Прежде всего, устройство не предназначено для этого. Да и времени на один лишь звонок нужно потратить очень много. И то, если в этом месте будет покрытие оператора. Неудивительно, что рации продолжают пользоваться невероятным спросом на рынке. Ты можешь наладить торговлю рациями и получишь от этого свою выгоду. Обратившись к китайскому оптовому поставщику, ты получишь набор из двух качественных раций по цене около 450 рублей. Доставка такого набора обойдется себе в 150 рублей, что не помешает хорошо зарабатывать. На отечественном рынке ты сможешь легко продавать такой набор по цене около 2000 рублей. Это будет оптимальный ценник, который привлечет внимание покупателя. С одного проданного набора твоя прибыль составит около 1400 рублей, что является очень хорошим показателем. Продавать рации можно через простое объявление в интернете, вкладывая деньги в его продвижение и ты обязательно получишь множество заказов. А на этом все, смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и ставь лайк. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!